Седьмой международный Владивостокский марафон состоялся во Владивостоке. В забеге приняли участие 3,5 тысячи человек. Самое масштабное беговое событие Дальнего Востока пользуется огромной популярностью у жителей и гостей города. Оно публичное, оно задает некоторую норму. Посмотрите, сколько много людей, какие они красивые, классные, здоровые. И люди, жители смотрят и тоже хочется примкнуть, хочется тоже позаниматься спортом. А все-таки, чтобы пробежать половинку, надо как-то чуть-чуть тренироваться в СИЗО. Поэтому это такой мощный посыл для здорового образа жизни, для задания правильной социальной нормы. И мне кажется, что это прям очень классное мероприятие. Ну и вообще, как участник, я почти каждый год бегаю. Это просто очень красиво, эстетически. И приятно бежать по нашему городу, по мостам, прекрасное море, погода сегодня вообще отличная. В марафоне приняли участие спортсмены из семи стран. Россия, Индия, Корея, Белоруссия, Япония, Германия и Китая. 37 субъектов из 151 города. Во-первых, это расширение географии, это расширение количества участников. Если в 2019 году у нас было около 4000 участников, потом ввиду пандемии их стало намного меньше, то в этом году мы уже набрали 3500. Я думаю, что было бы больше, если бы мы не лимитировали количество. Очень много желающих. И обширная география – это в этом году уже 7 стран, в том году было 5 стран. Маршрут проходил по визитным карточкам города, острову Русский, двум мостам и с финишем на центральной площади Владивостока. Такие виды собирают спортсменов отовсюду и даже становятся поводом для поэзии. Нам не сидится дома, где туют. На марафон зовут приморские дороги. Горячие сердца сегодня здесь бегут. Долой! Уныние, скуку и тревоги. Здесь солнце, российская рана встает. Здесь родины нашей начала. Привет привезли тебе, Владивосток, от марафонцам Урала. Здесь труден путь и здесь дойдет не каждый. Мосты, красавцы, остров Русский позади. И кто здесь побывал однажды, он непременно будет снова здесь. Владивосток, ты только жди. Мы пермики, но вами мы гордимся. Мы любим ваш дальневосточный регион. Мы трудных километров не боимся. Приветствуем тебя, Владивостокский марафон. На марафоне были представлены классические дистанции. 5, 10, 21,1, 42,2 километра. А также 1 километр для детей от 6 лет и 1 километр для параолимпийцев. Новшеством этого года была командная эстафета на дистанцию 42,2 километра. Марафон выбирают именно подготовленные спортсмены. То есть это не новички. Я думаю, даже 60 на 40 – это точно прям те, кто прям спортсмены. И любители, которые приближаются к спортсменам. Можно командой преодолеть дистанцию 42. У нас она разлетелась просто как горячие пирожки, потому что действительно каждый пробегает свой отрезок. Это мотивация, передает ленту. И все вместе на финише собирают одну большую медаль, что является такой личной мотивацией командный 42,2 километра пробежать вместе. Победу на самой длинной дистанции 42,2 километра среди женщин одержала Наталья Сергеева из Хабаровска. Среди мужчин первым финишировал Евгений Бушков из Владивостока. Дистанция сложная, конечно. В этом году, правда, мне немножко попроще было бежать, но были проблемы с животом очень сильные. Пришлось два раза останавливаться. И я очень рад, что я, конечно, сумел догнать, потому что у меня отставание было больше полутора минут. Я пятый раз участвую, первый раз побеждаю здесь. Постоянно был то второй, то третий, четвертый даже был. А тут вот первый раз выиграл. Призовой фонд «Марафона» составил 1 миллион рублей, который был поделен между победителями различных дистанций. Победителям «Марафонской дистанции» вручили призы от ДНС – флагманские смартфоны Samsung Galaxy. Также призеры получили подарки от других партнеров мероприятия. Отметим, «Марафон мосты Владивостока» состоялся в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства при поддержке Агентства по туризму Приморского края». Организатором выступил беговой клуб «Ран ДНС Ран» – группа компаний «ДНС». Маршрут и проведение «Марафона» проводился при поддержке и согласовании правительства Приморского края и администрации города Владивостока. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.